Здравствуйте, в прямом эфире студия «Репортер» с Константином Гречаным. Сегодня мы поговорим о монетизации субсидий. Соответствующий проект перехода разработало Министерство финансов. Он будет проходить в три этапа. И вот, собственно, на финальном третьем этапе вы будете получать живые деньги вместо тех компенсационных механизмов, которые действуют сейчас. Хотите ли вы получать субсидию деньгами? Сегодня такая тема нашего интерактива. Если хотите, звоните по номеру 784 80 81. Если не хотите, то по номеру 784 80 82. Но это тот случай, когда я призываю наших телезрителей все-таки не проявлять свою активность в самом начале программы, потому что звучит действительно красиво, но надо немножко разобраться в этом вопросе и все-таки голосовать немножко спустя, послушав наших гостей. У нас в гостях сегодня депутаты Одесского городского совета Александр Орлов. Добрый вечер. Добрый вечер. И Лилия Леонидова. Здравствуйте. Здравствуйте. И также экономист Сергей Якубовский. Добрый вечер. Добрый вечер. Если у вас есть вопросы к нашим гостям в студии, звоните по номеру 34 92 58. 34 92 58. Александр, у меня первый вопрос к вам. Вот монетизация субсидий, да, звучит вроде как красиво, да, что люди будут получать живые деньги. Но вот насколько их благосостояние улучшится и улучшится ли в связи с этим? Ну, вообще-то идея, она хорошая, и в нормальных, как бы, странах она работает. То есть, действительно, это не только касается коммунальных услуг, а, допустим... У всех льгот, да? Да, льготы, проезд на транспорт, это давно. Мы должны заменить вот эти, как бы, взаимозачеты какие-то, которые переходят на... Человек может сам решать, пользоваться ему это, получив деньги или не пользоваться, или, там, бежать за трамваем, как в старом, там, на детском анекдоте, или использовать его по назначению. Дело не в этом. Дело в том, что, к сожалению, вот, кабинет министров постоянно проводит какие-то реформы. И постоянно какие-то, вот, я не знаю, может, меня поправят, и специалист, экономист в этом вопросе. Но у нас каждый год, даже полгода, меняется подход, вот, в данном случае, к оплате коммунальных услуг. То субсидии, то с поднятием пенсии, непонятно, кому эти субсидии урежут, не урежут. То обонплата за газ вперед, то, значит, поднятие цен на электроэнергию и так далее. Вот мы даже до сих пор не знаем, какая у нас цена будет за газ, вот, что мы платить будем. Вроде бы подымут на сколько-то, вроде бы не подымут. Такая же история с электроэнергией. Поэтому говорить сейчас, все сейчас, сейчас зашла речь о монетизации. Опять же, вот вы назвали эти три этапа, да, в итоге? Мы тоже не понимаем, какие сроки, какие категории, как, то есть, это ничего не проговорено. Об этом, вот, поверьте мне, месяц тому назад вообще даже никто не заикался. Вдруг Кабмин в преддверии Нового года решил вот этот вопрос как бы поднять. А что вы до этого занимались? Ну, вот мы как раз не проговорили три этапа, да, первый этап самый интересный. Вот хотелось бы в нем разобраться с Нового года, то, что монетизация произойдет на уровне поставляющих вот компаний, да, услуги. То есть, вот зачем этот этап нужен? Я, честно говоря, просто не могу понять. Ну, еще раз говорю, трудно логику правительства понять во многих вопросах. А логика одна. Вот эти растущие цены на коммунальные услуги и вот уже невозможность их платить людям, большинству, вот та категория, которая уже не может платить, она с каждым годом у нас увеличивается, увеличивается, увеличивается. Поэтому, скорее всего, что на первом этапе надо поддержать живыми деньгами те компании, которые связаны с Кабинетом Министров и вообще с властью. Ну, а там надеются до третьего этапа не дойти, когда уже будет конкретно. Поэтому, ну, я считаю, что это очередное какое-то, вот, сейчас модное слово говорить, ну, не фейк, а, то есть, очередное какое-то вбрасывание, да, отвлечение людей от жизненных проблем. И я так думаю, что, знаете, как бы приглушение социального, наверное, взрыва, кем-то обещаниями. Хотя я уже не знаю, что еще должно произойти в стране, чтобы Кабинет Министров и власть придержащие поняли, что это, ну, там, тупиковая ситуация. Лилия, вы представляете правопрезидентскую силу, да, я так понимаю, вы не согласны с этим мнением? Ну, как я не согласна. Я считаю, что субсидии вообще изначально, это была вынужденная мера в силу того, что экономическое, да, составляющее состояние страны и людей, оно, ну, если мягко говоря, так, не совсем катастрофическое. Давайте уже называть вещи своими именами. И я уже давно издумываюсь и говорю о том, что, по сути, вот эти все изменения к чему не приведут. В любом случае нужно, ну, стратегически менять, да, поднимать экономику страны, потому что, согласно с коллегой, что количество людей, претендующих на субсидию, их с каждым годом все больше и больше, мы даже по статистике города Одесса, несмотря на то, что мы не выполняем план, ну, в масштабах страны, это постоянные претензии к департаменту социальной политики и так далее, у нас каждым годом количество людей, которые обращаются за данной услугой, растет. Это говорит о том, что понятно, что это вынуждено. К чему она приведет? Мне кажется, ни к чему не приведет. То есть нужно, вот сейчас ввели эту пенсионную реформу, опять же, мы не понимаем, кто на сегодняшний день, вот в этот отопительный сезон будет пользоваться этими услугами. Какое количество? Кто перейдет, ну, кому пересчитают, кому не пересчитают. Опять же, монетизация, вот то, что приняли в июле месяце этого года, о том, что разницу того, что выплатили, сэкономленных должны до 700 гривен выплатить там сейчас на уголь, на газ. Вот сегодня на аппаратном совещании уже подняли этот вопрос, что город уже сейчас будет выплачивать. Как это вписывается в то, что мы придем к 1 декабря, это тоже непонятно, 1 января, да? 1 января, да. 1 января, это тоже для меня непонятно. Ну, вот так. Сергей, ваше мнение, зачем, вот, нужна ли нам монетизация субсидий, да, и если нужна, зачем это делается? Ну, давайте, зачем это делается. Даже если нужна не нам, то все равно, зачем это делается. Давайте, зачем это делается, потому что сегодня такая вот, Одесса в центре внимания, вот в Украине, да, НАБУ приехала, там какие-то пиар-акции проводит. Что-то там ищут. И второе событие, посол Европейского Союза, сейчас находится в Одессе, вот я с ним общался сегодня с утра, да, и вот он повторял, как, извините меня, попугай, заученные фразы о том, что вот у нас реформы в энергетическом секторе, вот монетизация субсидий, он на английском языке сказал, вот видите, это достижение правительства. Так вот, для чего заявляет правительство о монетизации субсидий? И только ради тех, кто дает миллиарды долларов в Европе, в США, чтобы делать вид, что у нас проходят какие-то реформы. Кто-то либо делает вид в Европе, что действительно верит в эти реформы в Украине, либо действительно не разбирает, что происходит в Украине. Так вот, вот это заявление правительства направлено на Запад, не для украинцев, потому что украинцы прекрасно понимают, что если миллиардеры находятся у власти, если один миллиардер украл 147 миллиардов бливен у украинских вкладчиков, а ему государство оплатило 147 миллиардов, то не может хватить пенсионеру денег и миллиардеру. Ну, не было таких случаев в истории, поэтому все равно люди будут жить все хуже и хуже. Да, это их вина, потому что проголосовали в первом туре за президента, проголосовали за парламент, который... Давайте все-таки не столько политически... Не, я не политически, я говорю, что да, они как бы несут ответственность, все-таки и я несу ответственность. Я тоже стоял на Киевском Майдане и не мог поверить в ту чудовищную ложь, которая произойдет с украинским народом, и что украинский народ поверит и будет сидеть спокойно. Поэтому жить будет все хуже и хуже. Сегодня даже компания Ирната Ахметова заявила, что будет покупать американский уголь. Это выгоднее, просто с точки зрения финансов, чем покупать у своих на Донбассе, чем налаживать мирный процесс, потому что деньги будут получены с 40 миллионов украинцев на этот американский уголь. А там, где, понимаете, гривна подорожает, там будет и два. И поэтому тоже сейчас предлагают политики, давайте напрямую будем поддерживать хорошие энергетические компании. Скажите мне, хоть одна энергетическая компания у нас работает легально? Хоть одна дорога в Украине построена легально? Вот сейчас говорят, вот в Одессе кто-то зарабатывает на стоимости дорог. А вот я спросил своих коллег, назовите хоть один город в Украине, где дорожные работы проходили бы легально, где бы работали легальные компании, где люди бы получали официальную заработную плату. Напрямую, премьер-министр говорит, две-три этих экспорта идет через офшорные зоны, там оставляют деньги. Давайте вернемся к субсидиям, все-таки тоже хотелось бы на первом этапе. То, что будут получать монетизацию именно поставляющие компании. Вот для чего это делается? Еще раз, для того, чтобы напрямую деньги получали поставляющие компании. Пока у нас в Украине существует такая компания, как «Нефтегаз Украина», которая в 2014 году закончила год с убытками в 100 миллиардов гривен, в 2016 прибыль 25 миллиардов гривен. Как такое получилось? Рост тарифов в 6 раз. Понимаете? Вот все будет перекладывать на население. Какую-то часть денег из того, что население платит, будет возвращать. Теперь же живыми деньгами, да? Вы сказали, 700 гривен можно будет получить, если субсидии не истратят. Я не говорил, что 700 гривен. Не, ну 700 гривен было такое решение, я согласен. Было, да. Летом, да, до 700 гривен. Вот представьте себе, да? Вот семью, сколько люди переплатили за овощи, за арбузы, да? Потому что, опять-таки, какие-то бизнесмены договорились за жиженый газ, да, летом. Сколько они переплатили? Вот им дадут 700 гривен за полгода, да? Скажут, ну вот возьмите хоть что-то с барского стола. Поэтому вот эта вся монетизация субсидий делается для того, чтобы делать вид, что какие-то реформы проводятся и, соответственно, получать еще миллиарды евро и долларов, которые потом лягут, опять-таки, на нас с вами, потому что выплачивать государственный долг будут не те люди, которые находятся у власти. Они будут либо в Ростове, либо в Швейцарии, либо в других странах. Они не останутся здесь, через несколько лет их не будет, потому что государственный долг растет, скоро будет 100% ВВП. Когда их спросят, возвращайте, они скажут, извините, мы уже в другой стране. А нам придется возвращать. Да, Греция. Да, Греция. У нас же есть пример. Греция. Значит, вот в нищей стране, вот нищая страна, которую там 300 миллиардов им направили, значит, нищая страна. Сейчас Ципрос поехал в Соединенные Штаты там что-то просить. И что сделали в Соединенных Штатах? Говорит, ну хорошо, мы там чем-то тебе поможем. Значит, вот у тебя же есть истребители F-16 на вооружении. Он говорит, да. Вот у нас их модернизируют за свой счет, тогда мы там что-то будем думать. Это такая же политика приходит у нас. Но у нас нет, я с вами абсолютно не согласен, потому что Греции, во-первых, Греции простили достаточно большое количество долгов, во-вторых, Греция держит Евросоюз тем, что грозит обвалом еврозоны. Там, наверное, настолько евроцентр на нас не завязано. О чем вы говорите? А послушайте, украинство, Украина вообще спасает весь мир. Нет, Украина спасает весь мир. Что мы настолько Европе не нужны, насколько Греция? Нет, ничего, Греция не нужна Европе абсолютно никак. Почему? Потому что греческие все острова, территория уже заложена немцам, французам, тем, которые дали им деньги. Они заложены уже там. То же самое пройдет и с нами, только с землей. Теперь, почему дают деньги, вот если раньше энергодобывая монополистам, энергопоставляющим компаниям платили с бюджета, то сейчас решили это переложить на плечи простых, уже не хватает бюджета, надо переложить это на плечи простых людей. Все. Поэтому вот к чему это приводит? Ну, дальше, чтобы рассчитались люди. У нас, если помните, была такая тема модная, мы добываем 300 миллиардов кубометров газа своего. Это хватает на все наши потребности внутренние. А у нас население получает газ не наш, украинский. Он получает сейчас польский газ. Будет получать. Ну, смешанный. Ну, смешанный, да, ну, платят же за него. Дайте же тогда на предприятие газ, который приходит к нам из-за границы. О чем мы говорим? Что же российский газ, только проданный через Польшу? Там сосуд производит, которые приходят из России к нам. Просто поделили через Польшу. Не так же, как и через Бурлова. Я хочу сказать, что я помню в прошлом году, когда были первые заявления о Министерстве социальной политики о монетизации, и там звучала немножко другая схема. Говорилось о том, что если люди, допустим, экономили зимой, летом на газе, зимой на отоплении и так далее, ну, как-то, и сэкономили какую-то сумму денег, то это позволит им получать на руки деньги для того, чтобы производить какие-то энергоэффективные мероприятия, связанные с тем, чтобы и государству было выгодно, и, собственно, гражданам нашей страны. Но мы видим, что произошла немножко другая ситуация. И на сегодняшний день та позиция, что, да, будем платить только по потребленному, она не улучшит, по сути, финансово вроде улучшит положение людей, но, по сути, я экономила, да, в прошлый год для того, чтобы вы мне обещали монетизацию, там, в живых деньгах. В этом году я, даже если, там, буду пользоваться полноценно, я не удивлюсь, что будет вопрос потом, а почему в прошлом году было меньше потребления, в этом году больше. То есть здесь, ну, непонятной ситуации для меня, вот, лично, вот, об этом заявлении, собственно, об этом внедрении с 1 января, но вопросов больше, чем ответов. И вот, кстати, очень важный вопрос, как раз хотел вам его задать, да, по поводу энергоэффективности. Вот те комментарии, которые я сегодня читал представителя Минфина, он говорит, да, вот, мы человеку платим деньги, он хочет, возьмет себе на компенсацию субсидии, а захочет, вложит в энергоэффективность и потом будет потреблять больше, меньше. Ну, на сегодняшний день не идет речь. Ну, вот, смотрите, допустим, он заплатит со своего кармана, да, то, что он может получить от государства, вложит эти деньги, которые государство ему дает, да, в энергоэффективность. Ну, допустим, даже если не о суммах, вот, теоретически, да, вложит энергоэффективность, в следующий год он будет меньше потреблять, ему будет либо меньше субсидий, а просто... Он будет платить все равно больше, потому что они будут расти, понимаете? Вот, да, и при этом будут расти тарифы. Ну, я же говорю, ну, вот, даже если не брать рост тарифов, даже если не брать суммы, он просто не сможет либо претендовать на субсидию, да, либо просто, ну, эти суммы, которые ему будут компенсировать, они будут меньше. Так какой смысл ему вкладывать в энергоэффективность тех денег, которые государство вот ему компенсирует? Но нет никакого смысла. Понятно, почему? Потому что, знаете, как к бедному родственнику. Приехал какой-то нищеброд, его не пускают в приличный дом. Так и мы. Дело в том, что в Германии на энергосберегающие технологии, если производитель делает энергосберегающие котлы, ему государство доплачивает. Бизнесмен, который вкладывает в энергосберегающие технологии, ему государство доплачивает. То же самое существует программа энергосбережения жителей, которой государство дает деньги, для того, чтобы такими методами потребление газа в Германии снизилось на 40% за последние 10 лет. У нас государство что-то компенсирует вас, если вы захотите у себя на дом поставить, допустим, солнечные батареи. Да нет, наоборот, еще кто-то придет, там насчитают за отказ от центрального отопления нашей теплоэнергии, плати еще штраф и так далее. Ради справедливости есть все-таки программы по энергоэффективности и государственные, и местные. Другое дело, что это, конечно, смешные деньги под них закладываются. Вы верите в то, что вы сейчас сказали? Что программы на бумаге существуют? Нет, так на бумаге да. Вот у нас мы рассматривали программу компенсации за кредиты на энергоэффективность и так далее. У нас эта программа выполнена, значит, миллионный город, сейчас вот напрягитесь, на 5 миллионов гривен. Что такое 5 миллионов гривен? Это ничего. 5 гривен на человека. Да, 5 гривен на человека. Это же глупость. Сергей, у меня к вам еще вот... У нас даже когда-то департамент, извините, экономического развития там докладывал об этой программе, а сейчас уже боится докладывать, потому что это смешно слушать, понимаете? Вот на втором этапе планируется создание, вот такой переходный этап, да, как раз создание к тому, чтобы, собственно, монетизация вот дошла до людей, да. Для этого создание определенной инфраструктуры пишут, базы субсидиантов. Вот на кого лягут эти услуги? Не будут ли они закладываться как раз вот в, скажем так, за счет этого сокращаться субсидии? Ну, давайте будем встать в корень. Я опять возвращаюсь к тому, кто у нас зарабатывает на продаже коммунальных услуг. Если вы знаете, все знают, да, что у нас формула расчета стоимости тепла, электроэнергии, она основана на так называемом Роттердаме Плюс. То есть берется газ, который продается в Роттердаме, плюс его доставка в Украину, и вот, исходя из этого, себестоимость этого газа, например, в теплоэнергии, в системе. То же самое уголь. Уголь же теперь будет, ну, пока еще в Роттердаме берется, но я думаю, что теперь будет в Соединенных Штатах браться, да, цена за уголь. Вот в такой ситуации, в условиях, когда за последние три с половиной года отношение государственного долга к ВВП выросло более чем два раза. Уже 81%, по ректу бюджета будет почти 90%. Соответственно, нагрузка на курс гривни растет. А что это означает? Что когда мы считаем цену на газ в Роттердаме, либо цену на уголь в Роттердаме, мы берем евро, берем гривню, и постоянно растут тарифы благодаря этому. При том, что, опять-таки, я думаю, что украинского газа уже практически бы хватило, учитывая, что потребительность действительно снизилась, украинского угля, если бы согласились не воевать до последнего патрона и до последнего доллара, выдавленного на войну на Востоке. До последнего украинца. Да, и последнего украинца. Наладили бы, причем, экономический диалог с теми людьми. Они тоже хотят кормить своих детей. Дайте им возможность заработать, и получайте дешевый уголь. И вот так можно интегрироваться. Да, ведь война заканчивается в Европейском Союзе. Это вопрос в том, с кем мы будем торговать, с теми людьми или с теми, кто контролирует территорию, с террористами. Террористами. Они считают нас террористами. Так что, сколько будем друг друга называть террористами? Должен быть определенный переговорный процесс. Ну, переговорный же не ведется в принципе. Украина отказывается вести переговоры, потому что это невыгодно нынешней власти. Это огромный день, который можно тратить. Хотите, один пример интересный приведу. Когда в Советском Союзе, когда надо было выпустить там Т-34, по своей такой первой специальности, значит, надо было перейти на более мощное орудие, 85-миллиметровое, и надо было под это на корпусе специальный станок, который бы точил больший диаметр корпуса. И вот такого в Советском Союзе не производилось. Производился в Германии. Так вот, Советский Союз через Соединенные Штаты Америки, в Соединенные Штаты Америки в 43-м году закупили этот станок Германии, а потом под Ленд-Лизу поставили Советскому Союзу. И к 45-му году были танки с 85-миллиметровым орудием. Вот пример. Вот эти все рассуждения, то, что вы, гостя, рассказываете, там, это все ерунда. Все должно, так, по поводу того, с кем там ничего договариваться. Одно, значит, как только вы ставите во главу угла интересы людей и государства, которые должны совпадать, вот из-за этого происходят, тогда должны происходить определенные вещи. А не просто лозунги или там, давайте укокошим всем, заморозим, все, но будем в этом вопросе сильно принципиальны. Почему? Потому что те люди, которые принимают эти решения, у них все хорошо. У них в Испании все хорошо. У них все хорошо, а плохо нам, потому что, понимаете, смотрите, вот сегодня я по слову Европейского Союза говорю, пока вы будете давать миллиарды долларов Украине, у нас никаких реформ не будет. Потому что задача заключается не в том, чтобы провести реформу, да, нужно показать, сделать вид, что у нас какие-то реформы, а потратить миллиарды долларов и евро. Как это сделать, понимаете? Чтобы получить новые деньги. Опять-таки, это война. С другой стороны, какие-то вот постоянные изменения состоят, новые органы делают, потом ликвидируются и так далее, понимаете? То есть бурная деятельность, которая вредит людям, потому что при этом еще рассказывается о том, что мы должны перейти на европейские тарифы, на европейскую стоимость коммунальных услуг. Пожалуйста. Но с чего начинают в Европе? Со стоимость коммунальных услуг либо с пенсией. Давайте сравним немецкую пенсию, либо Реттердам плюс, голландскую пенсию и украинскую. Я думаю, что там 10-15 раз разница. То есть об этом забывают власти. А вот как поднять тарифы до европейского уровня? Здесь, конечно, они вроде как выполняют программу МВФ и получают новые деньги, которые они вынуждены быстро потратить, чтобы взять новые деньги, понимаете? Ну вот это психология любого человека. Если вам было давать по 10 миллионов долларов в месяц, а вы потратите 5, он дадут через месяц 10 миллионов. Он нам скажет, что нет, подожди, зачем тебе 10? Мы даем тебе около 5. То есть ваша задача тратить 10-15 и так далее. А тут на миллиарды долларов. Поэтому пока ситуация не изменится, пока к Украине относятся как к стране, которая якобы проводит реформы, то людям все хуже и хуже. Долг растет, а денег все больше и больше требуется. Понимаете? Вот причина всего. А пока они получают миллиарды, они вынуждены будут их тратить и делать вид, что проводятся реформы. Но, учитывая, что экономика постоянно, ситуация экономики ухудшается, потому что, вы знаете, если уже уголь закупать в Америке, то если эти миллиарды долларов идут из Украины, а не как в качестве инвестиций вкладываются в страну, то как страна может развиваться и как она может быть конкурентоспособна в Европе? Вот поэтому экспортируем что? В Европу зерно, лес, круглажное. Мы сейчас так перешли в заголе об экономике. Лилия, давайте вернемся все-таки к этому важному вопросу. Вот эти переходные моменты, насколько они будут сложные? Создание базы. Ведь действительно, что на этот период человек получает субсидию, на следующий период уже не получает. То есть создание этой электронной базы, насколько это будет затратно, по вашему мнению? Насколько сложно? Насколько она будет эффективно работать? Потому что мы знаем, что у нас творится с электронными базами. Я думаю, что, скорее всего, это переложится все на местные советы. У нас уже были разговоры о том, в департаменте социальном, что нужно создавать эти базы, передавать данные. Я вообще считаю, что заглядывать на второй, третий период был другой год назад. Я помню, начало 2017 года, когда мы обсуждали монетизацию, это был совершенно другой проект. То есть я думаю, что когда мы дойдем до второго проекта, мы хотя бы поймем, что с первым делать. Ну, вот как-то так. Вот вы знаете, вот я, вот вы как-то задали про президентское проект. Понимаете, вот мы, депутаты Одесского городского совета, все больше и больше у нас стирается грань между партиями. Почему? Потому что, понимаете, вот настолько тяжелая ситуация сейчас, что вот эти вот партийные какие-то дрязги, они там как-то отходят на второй план. Недавно, вот мы не говорим об этом, у нас вот так медицинская реформа как ударила, вот нынешнего министра, если посмотреть, у нас уже год в онкологическом нашем диспансере отсутствует бесплатная государственная программа, не работает по обеспечению онкобольных лекарствами. То есть они не сертифицированы, их по новой сертифицируют, а люди все больше и больше как бы погибают. И мы сейчас смотрим, что медицинская реформа, она направлена на то, чтобы сократить народонаселение. И я так думаю, что программа монетизации, ну, оно из той же оперы. Я не хочу драматизировать, недавно я общался совершенно, он не знал, кто я, этот человек, совершенно простой, там, случайно разговорились, он работал в Польше. И он просто сравнил цены в Польше, тарифы, он там жил где-то около года, и он, говорит, посчитал там, хотя он работал на тяжелой работе, по 12 часов получал очень мало, нелегально работал. Но, тем не менее, он приходит к выводу, продукты дешевле, коммуналка дешевле. Ну и что, мы к чему пришли? Польша сопоставима с Украиной и по населению, и по природным где-то ресурсам, и по территории, и так далее. Менталитет вроде бы такой же. То есть, ну там почему-то это все меньше, а мы в стремлении в Европу делаем все жив и хуже, и хуже. Потому что в 90-х там провели реформы, когда у нас, к сожалению, при власти осталась партийная номенклатура. Та же старая, которая перекрасилась. А после достоинства, так у нас номенклатура поменялась? К сожалению, тоже пока нет. Но мы сейчас уйдем в политику. Давайте подводить немножко итоги. Я попрошу режиссера студии мне сообщить результаты. Напомню, мы спрашивали наших телезрителей, хотите ли вы получать субсидию деньгами. Да. 25% да, честно говоря. Я немного удивлен, но я думаю, наша сегодняшняя беседа повлияла на результаты по 30 секунд в режиме БЛИЦ. Сергей, результаты. Ну, знаете, надо было что-то еще добавить туда, например. Пусть депутаты живут так, чтобы на субсидию прожить, либо на минимальную пенсию. У нас очень ограничена плашка количеством символов. Да, но просто дело в том, что люди абсолютно все равно не понимают, что в Украине будет жить все хуже и хуже, что население будет сокращаться. И в этом, в общем-то, и задачи те, которые находятся у власти. Либо с помощью оружия, либо с помощью, извините меня, геноцида собственного народа. Когда действительно медицинская реформа приводит к страшным страданиям миллионов людей. Понимаете, с коммунальными услугами то же самое. Когда украинский газ продается в 2-3 раза дороже, чем он стоит, то зарабатывает эти миллиарды. Но, с другой стороны, решается главная цель. Население сокращается, земля остается та же, поэтому вот рассчитывать те миллионы задекларированные пустить на землю, а потом ее подороже продать европейцам. Вот это такая простая тактика. Ну, посмотрим, удастся им или нет. Лилия. Я буду немножко оптимистичнее. Все равно реформы нужны. Вопрос, как какие и как они впроваджуются, с какой экономической составляющей. Еще, когда только началось, я говорила, что мы можем поиграться в субсидию пару-тройку лет. Если ничего не изменится принципиально в подходе к экономической составляющей в нашей стране, к подходе правительства, к решению проблем жителей нашей страны, то это ни к чему хорошему не привезет. Вот включая монетизацию, не монетизацию и так далее. Александр. Хочу ответить ведущему. Польша провела какие-то реформы, но она не стала ни Германией, ни Францией, ни близко к Италии и Испании. Это просто у нас так плохо, что Польшу мы уже смотрим, знаете, как вот среди самого плохого мы уже только можем сравняться с Польшей. Те страны не входили в социологи, которые вы назвали, и не были под влиянием СССР. Значит, я могу назвать страну, которая входила в соцлагерь, это Венгрия и Румыния, которые, в принципе, достигли еще результатов лучше, чем Польша. А Чехия еще лучше. А Словакия еще лучше. А Сербия, которая... Поэтому давайте вот мы уйдем от этой, что коммунисты проклятые все это сделали, все зависит от конкретных людей в конкретной стране и от конкретной ситуации. Поэтому у меня есть что на это ответить. И я скажу, что, к сожалению, к сожалению, вот эти попытки правительства и попытки вот около проведения, я согласен, значит, с моим коллегой, о том, что вот именно просто обращение не внутрь страны, а на общую создать картинку. Я, к сожалению, эти слова слышу даже на нашему. Создать картинку, показать что-то. А за этим ничего не стоит. Вот когда надо не создавать картинку, а что-то делать, вот на это надо обратить внимание. И вот тогда у нас будут результаты. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам в студию за интересную беседу. Спасибо. Спасибо вам. Я напомню, что у нас в гостях были Лилия Леонидова и Александр Орлов, депутаты Одесского городского совета, Сергей Якубовский, экономист. Мы работали в прямом эфире, обсуждали монетизацию субсидий. Студию провел Константин Гречан. И оставайтесь с нами.